Права на организацию школьного питания больше не будут разыгрываться на конкурсах госзакупок, а все договоры заказчики и подрядчики теперь будут подписывать в электронном формате. Этот пункт вошел в закон о государственных закупках, которые приняли сегодня в Сенате. По словам разработчиков документа, делается это для прозрачности целей и механизмов совершения сделок. Обсудили сегодня депутаты Верхней Палаты и трехлетний республиканский бюджет, представил его сенатором министр национальной экономики Ербулат Досай. Кроме основных направлений, руководитель ведомства заявил о повышении коридора инфляции. По его данным, теперь он составляет не 6-8%, как раньше, а 8-10%. Подробности в материале моего коллеги Руслана Идрисова. Сенаторы сегодня рассмотрели всего четыре законопроекта, причем два из них касались судебной системы и еще два государственных закупок. Последние проекты законов депутатам представил глава Минфина. Бахет Султанов отметил, что новый закон предполагает упрощение процедуры госзакупок и, главное, снижение коррупционных рисков. А заключения всех договоров будут составляться только в электронном виде, чтобы вопросов не возникало. А главное, на школьное питание больше не будут разыгрывать тендеры. А это значит, что качество питания для учеников станет лучше. Впрочем, у журналистов, главному финансисту, были свои вопросы. После вчерашней критики Нурсултана Назарбаева в министерстве уже определили основные задачи – работы над ошибками. Это и, конечно же, налоговое администрирование, таможенное администрирование. С одной стороны, это обеспечение наполняемости бюджета, с другой стороны, снижение нагрузки на предпринимательский сектор. Это и вопросы финансового контроля. Поэтому по всем направлениям мы приняли ряд законодательных инициатив, которые в рамках пяти инициациональных реформ проводятся. И это позволит министерству более эффективно работать. Систему правосудия депутаты в последнее время изучили вдоль и поперек. Сегодня рассмотрели проекты законов, касающиеся статуса судей. Если закон вступит в силу, вершителем правосудия сможет стать только тот человек, который проработал в юридической сфере как минимум 10 лет. В общем, нюансов много, а не коснутся они лишь председателя Верховного суда. Его, как известно, назначает глава государства. А сенаторы, в свою очередь, уверены, что новый закон прежде всего поможет казахстанцам. Благодаря сегодняшнему принятому закону и тем законам, которые приняты до этого в рамках 100 шагов, обеспечивается скорый и справедливый суд. И через каждые 5 лет оценивается работа каждого судей. То есть судья знает, что он будет отвечать, если же он плохо работал. Закон о госзакупках депутаты приняли. А вот два документа о совершенствовании высшего судебного совета сенаторы отправили на доработку своим коллегам в Нижнюю палату парламента. Руслан Идрисов, Мейрамбек Ахмаханов, Хабар.